Всем привет, с вами Юки, и сегодня лайф-видос в большом формате. На столе вы могли видеть две посылочки, и сегодня мы их распакуем. Давайте начнем, наверное, с большой, потому что она более интересная. В посылках находятся, естественно, предметы ретро-тематики, ретро-игровой тематики. И давайте начнем вот с такой маленькой посылочки. Так, ну, собственно говоря, да, здесь вот такой вот геймпад для PlayStation 1. Ну, скорее всего, оригинал. Карта памяти серенькая, тоже оригинальная, и карта памяти розовая. Так, вторая штуковина в посылке. Так, это у нас черная PlayStation 2, слимка. Не читает диски, нет у нее шпинделя, который будет крутить диски, но все остальное работает. Картинку показывают, фреймси-бут запускать можно. Так, идем дальше. Это у нас PlayStation 1, слимка тоже. У нее проблемы вроде бы нет, но подсевший лазер немножко. Также вот здесь есть трещина. Так, здесь еще аксессуары разные. Это блок зарядки для PlayStation 1 и кабели для подключения к телевизору. Так, ну и последний лот. Это, собственно говоря, розовая PlayStation 2, которая участвовала в ролике по полировке. Почему все это было в посылке? Я не такой сумасшедший, чтобы все это запаковывать самостоятельно и потом распаковывать на видео. Дело в том, что эти консоли побывали на канале «Починим, если получится». Вадик, автор этого канала, занимается разным ремонтом околоигровой техники. Ретро-игрового стафа, современного и все прочее. У него на его канале выходят ремонты разной сложности. И, собственно говоря, вся эта посылочка побывала у него в гостях. Дело в том, что PlayStation 1 слимка при подключении через разные-разные-разные адаптеры, всякие вот такие вот карточки к компьютеру, либо к телевизору, выдавала картинку немножко глючную. Если я найду, то я вставлю здесь кадры, как это все выглядело. Розовая PlayStation 2 у меня сломалась. Тогда я пытался замерить напряжение, разобрав ее. Разбирал ее и замерял напряжение для того, чтобы починить вот эту вот консольку, которую я купил в нерабочем состоянии за 1000 рублей на Авито, с причиной, что у нее нет изображения. То есть индикатор загорается, есть даже звук, можно покладывать по менюшке вслепую, но нет изображения. И, собственно, на моих всех аппаратах, которые у меня есть, она не стала работать. Поэтому я и полез в розовую, чтобы замерить напряжение как бы на рабочей консоли. Но, видимо, что-то пошло не так, и я ее доломал. Я отправил это все в Адику в ремонт, и, как оказалось, эта консолька полностью рабочая, как и эта консолька, только у нее немножко подсевший лазер. А все дело в том, что способы подключения вот этого всего к современной технике у меня лично дома слишком дешевые. Разные там вот такие вот штуки. Это подключение тюльпаны на USB, переводится картинка. Это разного рода вот такие вот карточки. PS2, то есть HDMI. И вот такая вот самая дешевая видеокарта с Алиэкспресс за 700 рублей. Дело в том, что черная консолька, чтобы она заработала вот с этой карточкой, нужно было подключать дополнительное питание, визуально которого есть вот здесь. Я это пробовал делать, но, видимо, провод был не рабочий, и я не додумался тогда поменять на другой провод, чтобы попробовать еще раз. Собственно говоря, когда ко мне это все приехало, действительно оказалось, что черная полностью рабочая. А для Slim вот эта вот карточка не подходит. То есть вход вроде бы один и тот же, но сигналы тут разные, и так оно работать все не будет. Для этого нужен специальный скалер, который стоит от 3 до 5 тысяч рублей. А розовый PlayStation Slim Вадик починил. Он заменил в ней полностью материнскую плату. Самые внимательные из вас могли заметить, что порты у Slim черной и порты у Slim розовой отличаются по цветам. Здесь они черные, здесь они белые. И здесь Вадик заморочился и перепаял порты с моей платы на рабочую плату. Провозился с этим он целый вечер, за что ему еще раз огромнейшая благодарность. Так, что у нас дальше? Это посылочка поменьше. Это уже у нас доставка с Авито. Я пошел еще дальше, может быть назовете меня безумцем. Но сейчас достаточно активно продаются игры пиратские. Штамповочка из нулевых. Это именно те игры, которые были у всех у нас в детстве. Купленные за 50 рублей в любом магазине. В любом магазине, который торгует дисками. Да, вся эта пиратка со всякими этими кривущими переводами из начала нулевых почему-то сейчас пользуется спросом. Человек, у которого я купил вот эти вот 4 диска, он выложил это объявление буквально вечером. И на следующий день у него уже не было штук 20 разных дисков. Естественно, это Crash Bandicoot. Именно такой диск был у меня в детстве. Именно такой диск мне подарили с первой моей консолью. И именно этот диск запустил мою любовь вот к этой франшизе. Это трилогия Crash Bandicoot. Все это нужно мне для создания другого видоса. Sturt Little 2. Хочется поиграть просто в нее. И игра, которую я не знал. Это Jersey Devil. Состояние у всех более-менее приличное. Да, есть какие-то царапины, но в целом все отлично. В чем смысл покупать сейчас вот такие вот штамповки из нулевых, пиратки и все прочее? Потому что никакой ценности они действительно не несут. Но тем не менее, люди сейчас активно их покупают. Почему? Есть для этого несколько причин. Чтобы поиграть на PlayStation 1, нужны диски. Обязательно нужны диски. Будь у вас прошитая консоль, будь у вас она в родном состоянии. Почему и на диске? Ну, потому что не придумали достаточно лайтового взлома. Эмуляторы приводов существуют, но они стоят по 7000 рублей и подходят к FAT-версии консоли. Можно модифицировать свою слимочку. Вот тут вот что-то вырезать, корпус поломать, помацать, что-то припаяться. И тоже все будет работать. Но, во-первых, 7000, а во-вторых, уродовать консоль. Там ты вставляешь SD-флешку и все, что хотел, ты закачиваешь на нее. Происходит не эмуляция игры на каком-то железе, а происходит подмена привода. То есть консоль думает, что вставлен диск. Но такая вот технология стоит 7000 рублей. Чтобы поиграть более бюджетно, можно купить, вы скажете, вот такую же баланку можно купить и записать на нее. Во-первых, сейчас нужно подумать и найти место, где продаются вот такие вот баланки. Во-вторых, не все баланки подходят под PS1. И, в-третьих, вам нужен действительно хороший привод, чтобы это все записывать. У меня только ноутбук и в нем вот нет дисковода, например. Вы скажете, можно же пойти и купить вот такой вот дисковод внешне. Но не каждый, опять же, захочется этим заморачиваться. То есть купить дисковод, купить вот такие вот балваночки, попытаться на них что-то записать. Вроде бы гайды есть, но не факт, что у тебя получится с первого раза. Попробуй все это запустить на PS1 на оригинальном железе и понять, что у тебя не получается. Берешь и тратишь следующую балванку. И так ты можешь просидеть несколько вечеров, прежде чем научиться записывать нормально. Поэтому ты идешь на Авито и нужные тебе игры просто находишь и покупаешь. Вот каждый такой диск по 200-250 рублей, ну плюс доставка, это там, ну пусть 1000 рублей за 4 диска. Сейчас, кстати говоря, не только люди покупают вот такие вот штамповки с начала нулевых, но и производят сами дома. У тебя обложка, как у оригинала, у тебя задний, как у оригинала, у тебя даже есть качественный принт на диске. И это ты можешь заказать за 400 рублей за игру. Вот такая вот история. Кстати, недавно я начал стримить игры с PlayStation 1 через эмулятор, но тем не менее. Если вам интересно, то залетайте на стрим. Людей там немного, поэтому я отвечаю на все вопросы в комментариях. Поддержать канал донатом можно по ссылке из описания, там же вы найдете ссылку на телеграм-канал. Так вы не только не пропустите анонс нового видео, но и увидите что-то эксклюзивное. Подписывайтесь, будет интересно. Ну а если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, комментарии и до скорых встреч. Пока! Те, кто предпочитает играть на эмуляторах, такие, типа, пальцы муиска покрутили. Мало того, что он покупает вот это вот старье, типа, в полурабочем состоянии, так еще он и покупает вот такие вот диски по 200 рублей. Причем игр, которые у него даже есть. Это вот я про Crash Bandicoot и говорю. Нахрена все это делать? Типа, скачиваешь и бесплатно играешь во все остальное. Ну а ну!